Таргет-реклама Год в Озоне, сейчас вот уже год с чем-то во ВКонтакте. Помимо этого, у нас есть свои пэт-проекты, где мы применяем такой интересный подход, как 3G. Далее Артём. Так, сегодня мы будем говорить про три основные технологии. Это GoLand, GraphQL и JRPC. Я думаю, поскольку метап гошный, большинство из нас уже знают, что такое GoLand, что такое JRPC. Могли бы поднять руки, кто знает, что такое GraphQL? Просто слышал. Слышал. Довольно много. А кто писал свои приложения? Оу, рук гораздо меньше. Три руки. Три руки. Именно поэтому сегодня мы сакцентируем нашу основную часть на такой образовательный контент по поводу GraphQL и поговорим о фишках, к которым мы пришли за годы совместной разработки с этими технологиями. Да, тут важно, я бы добавил, мы не просто рассмотрим технологии, мы посмотрим, как их можно удобно связать друг с другом и фишечки вокруг того, как их использовать вместе. Итак, первое начнем с проблематики. Вы начинаете разрабатывать продукт, в котором много связанных сущностей и изначально довольно сложно предусмотреть все возможные ручки, которые потребуются клиенту. То есть сущностей много и продумать сразу тройные вложенные запросы довольно сложно. И GraphQL отчасти это решает эту проблему. Далее, вторая проблема – это ресурсы на поддержание документации. И тут мы тоже рассмотрим, как их можно сократить. Ну и ресурсы на разработку. Дальше. Собственно, кому же это надо? Повторимся, что если продукт только начался, то это самое время задуматься о GraphQL. Если у вас много сущностей, которые тесно связаны, и проект масштабный, который будет развиваться, связи будут добавляться, тоже подумайте про GraphQL. Если вы тесно взаимодействуете с командой фронтенда, и они к вам очень часто приходят и просят поменять какие-то атомарные изменения в ручках, а вам этого делать не хочется, тоже посмотрите в сторону GraphQL. Ну и, конечно же, документация. Всем, ну как всем, мне точно не нравится писать документацию. Это довольно долго, занимает ресурс, и ты ничего нового не разрабатываешь. Так вот, GraphQL также решает эту проблему. Посмотрев на схему GraphQL, ты познаешь, собственно, всю бизнес-суть приложения. Я уже испугался, что там познаешь. Так, что мы сегодня будем рассматривать? У нас заготовлено много примеров с простым кодом, и мы хотим, чтобы упростить понимание его, рассматривать на трех основных сущностях. Пользователей, пользователь, блок, как, например, вот блок сообщества ВКонтакте и набор постов, то есть такая тройная вложенность. Если что, мы хотим сакцентировать, что нет, ВК не использует GraphQL в своих постах. Да, то есть вы видите ленту от ВКонтакте, и если приглядитесь, то даже заметите, там Артема. И это не API ВКонтакте использует GraphQL, это пример для того, чтобы вы представляли перед глазами три бизнес-сущности. Потому что доклад тяжелый, и на абстракциях сущностей будет проще. У нас есть группа-блог, есть посты в этой группе и есть пользователь. Да, у нас есть командный мем, где я планировал три недели делать задачку, а делал девять месяцев. И все девять месяцев Дима упорно вел группу с мемами про меня. Да, вот это вот, собственно, наша девятимесячная группа. Ладно. Посты, блоги, пользователь. Что такое GraphQL в целом? GraphQL – это что-то про связи. Вот пример видим простых сущностей, и уже даже имея сколько тут, четыре сущности, куча получается связей. И стоит подумать, сколько надо будет сделать ручек здесь, чтобы реализовать простой там рестапе. Вот, GraphQL это все сократит. Да, и кроме того, я хочу добавить, значит, как в целом это можно себе представлять? У нас есть пользователь, у пользователя что там есть? Есть школа. Школа находится в городе. И по факту у пользователя есть поле, кто там, школа, да? И школа – это такой же объект. У школы есть поле город, и город – это тоже такой же объект. И сейчас подробнее это раскрутим. Здесь мы упомянули компании, которые пользуются GraphQL. Не просто GraphQL, а подходом, схожим с нашим. То есть сейчас дойдем до него. Наряду с такими гигантами, как GitHub, Pinterest, Coursera стоит и наш педпроектик «Башня», в котором мы тоже начали использовать GraphQL. Довольно успешно. И, собственно, к чему мы хотим прийти? Вот такая интересная схема из объемных квадратов. Значит, первое, что мы видим – это пользователь и наш API Gateway – GraphQL. Собственно, пользователь будет общаться по GraphQL протоколу с нашим GraphQL сервером. Далее GraphQL будет общаться с нашими микросервисами по GRPC. Да, здесь мы подробно сейчас разберем каждый блочок и будем возвращаться к этой схеме. Идем дальше. Значит, в целом, какая функция у GraphQL? По факту, это такое прокси, которое предоставляет очень универсальный доступ в базу. Первое, что здесь можем рассмотреть – у вас есть куча устройств. Устройствам нужны разное количество данных в силу их экранов. И GraphQL помогает изнутри, из коробки поддерживать такую штуку, что лишает избыточности данных. То есть, сколько ты указал – столько и вернется. Вы могли бы это сделать и с рестом, но GraphQL позволяет сделать из коробки. И это классная фича. И потихоньку переходим к конкретике. Что мы сейчас с вами видим? По факту, мы видим стандартный интерфейс GraphQL клиента, где мы можем в левой части экрана запросить какие-то данные. То есть, конкретно здесь у нас есть Query Posts. И Posts – это наши посты. Мы запрашиваем просто все сущности постов из базы. Но мы уточняем, что хотим всего два поля, а именно ID и кто, и текст. И слева, для вас справа, мы видим, собственно, массив постов в формате JSON, заполненный ответ из базы. А кто презентацию читает сейчас? Поднимите руку. Да, надо было хлопнуть. Там же написано «хлопните». Окей, дальше. А дальше у нас здесь чуточку усложненный запрос. И, как вы видите, у поста есть создатель – юзер. И, по факту, в базе это две разные сущности. И мы видим, как просто обратиться и запросить несколько сущностей одним запросом. То есть у каждого поста есть создатель, что очевидно. И мы сейчас у каждого поста запросили креатора. У креатора два поля. Получили тот же самый ответ, что и на предыдущем слайде, но немножко его расширили полем создателя. Да, и фишка в том, что эта вложенность фактически технически может быть бесконечной. То есть у поста креатор, у креатора что-то дальше и дальше. И как это сделано, мы сейчас об этом поговорим чуть позже. А пока перейдем, собственно, к примерам query. Да, рассмотрим четыре уровня query. Четыре уровня осознания query. Да, это то, к чему вы приходите, поковырявшись в этом. И, казалось бы, маленькие замечания, но они очень сильно помогают сократить ресурсы в дальнейшем. Да, то есть вот это наш опыт, накопленный со временем, микроболи, которыми мы делимся, чтобы вы их не повторяли. Первое, самое простое, у вас есть функция, например, вот здесь posts, и она возвращает массив постов. То есть, грубо говоря, проксия в базу, которая возвращает все, что есть в базе. Ну, это просто для понимания. Тут важно пояснить, что это по факту аналог http get запроса. То есть мы оформляем query posts, и это аналог get запроса. И она буквально очень примитивная. Мы просто возвращаем массив постов, структурку самой поста, как вы видите на слайде. Так делать нехорошо. Чуть усложним. Нам нужно из базы не только доставать что-то, но и доставать по каким-то правилам, по каким-то фильтрам. И здесь пример, как, собственно, оформить фильтр. У вас у поста есть пост.id, есть юзеры, кто пост создал, и есть блок.id. То есть, например, открывается лента во Вконтакте, и вам нужно достать все посты блога. Вы передаете фильтр, блок.id, и, собственно, все, магия. Фишка в том, что фильтры складываются. То есть, например, вы хотите достать все посты блога с таким-то id от создателя тоже с указанным id. Да, между этими полями логическое i. Да. Next. Далее уже логично предположить дальше. Помимо того, что нужно как-то отсеивать посты, их нужно еще в какой-то последовательности сортировать и указывать формат, кто вам передавать. Вот здесь у нас порядок сортировки и направление. Теперь мы не просто возвращаем данные по какому-то фильтру, мы теперь еще их и сортируем. А потихоньку становится на что-то похожее, да? Согласны? И последнее улучшение здесь, наверное, такое… В общем, у нас была проблема, что в какой-то момент нужно было перекрутить погенацию, и в ответе помимо поста должно еще какой-то payload возвращаться, который никак не принадлежит посту. Вот. И изменяя структуру возврата с функции, мы по факту нарушаем обратную совместимость. Это проблема. Вот. Поэтому нужно использовать единую структуру возврата, а туда можно класть хоть что. То есть всегда нужна обертка. Да. Всегда думайте на будущее, думайте о масштабировании своего приложения, и оберточка в один слой никогда лишней не будет. Вот дальше уже по желанию, но один соблюдайте. Значит, мы рассмотрели query, это аналог get-запроса, а теперь поговорим про то, как изменять данные. Да. У нас есть так называемые мутации. Тут мы вас сильно грузить не будем, их всего два уровня. И мутация — это не только пост-запрос, это по факту и любое изменение, удаление и остальное. Все это скрыто от концепции мутации. И тут всего два уровня. Первый — это довольно примитивный. Давайте представлять, что снова это некоторая функция, которая возвращает объект. Мы передаем аргументы для создания объекта, конкретные поля, и возвращаем объект. Просто-просто, но что неудобно. Потому что аргументов может становиться больше, возвращаться может не только объект. И как мы это решаем? Решаем очень просто. Мы добавляем две обертки. Первая — на input, вторая — для payload. Тезис такой — будьте большой собакой и всегда думайте о будущем, оборачивая ваши запросики. Так, и последнее — это то, что нужно запомнить с этой презентацией. Это то, благодаря чему возможна вот эта вложенность, о которой вы совершенно не задумываетесь особо. Значит, смотрите, у нас есть блок. Блок и пост как в базе связаны? У поста есть внешний ключ на блок. Именно поля пост, естественно, в блоге нет. Но мы его прописываем, так как они связаны. А раз мы прописали пост, нам нужно описать логику, как его заполнить. Для GraphQL мы указываем, что мы хотим сделать для тебя резолвер. То есть для поля блок, для структуры блок мы делаем резолвер на поле пост. Перегенериваем схему, и у нас появляется функция, в которой мы описываем логику, как заполнять посты для блогов. Да, то есть у нас появляется функция пустая, которую нам нужно просто заполнить. То есть транспортный слой GraphQL берет на себя. Далее мы можем использовать эту связь, вот связь постс, и независимо от нас, вот как бы BlackBox, GraphQL сам вызовет эту функцию и подтянет данные таким способом, каким мы укажем внутри этой функции. Да, здесь стоит еще сказать, что у поля постс аналогично можно сделать блок, и такой же будет резолвер. Просто резолвер – это штука, которая позволяет бесшовно склеивать эту вложенность. И, собственно, теперь мы вам рассказали про мутации, посты, мутации, квери, типы, как это все выглядит на практике. У вас, по факту, есть четыре директории основные – это типы, мутации, квери и базовая папочка для схемы. Значит, все вы это описываете как будто свагер-спецификацию или же прото-формат, а далее запускаете тулзу для генерации кода. После чего у вас генерируются оберточки, опять же транспортный слой, который вы заполняете уже конкретными данными. То есть, представляем на уровне абстракции и для упрощения понимания, были файлики, запустили go-tools, получили go-code, его заполнили. Удобно? Ну, удобно. Да, то есть, еще раз, по чистой архитектуре у нас граф-куль решает проблему реализации транспортного уровня. То есть, мы описываем не go-code, а граф-куль схему, он за нас генерирует go-code, где уже мы пишем бизнес-логику. То есть, сразу переходим ко второму уровню. С документацией. Подытожим. Что же такое граф-куль? Нужно запомнить четыре основных понятия. Это типы, это сущности DTO, которые мы описываем, которые будут по всем трем уровням чистой архитектуры у нас проходить. Query – это все, что связано с получением запроса, аналог get-запроса в HTTP. И мутации – это все, что с изменением данных. Удаление, апдейт и так далее. И, собственно, резолверы. И резолверы, да. Это главная фишка, которая позволяет вам связывать сущности в бесконечном количестве и обеспечивает связанность схемы, о которой мы еще и поговорим чуть-чуть. Но, действительно, про граф-куль все. И мы сейчас с вами изучили первый наш квадратик. И сейчас перетекаем уже дальше. А именно, как нам синхронизировать граф-куль сервер и его какие-то бизнес-клиенты, уже не важно, на каком языке написанные, но общающиеся по gRPC. Так, и первое, когда мы говорим про gRPC, стоит рассмотреть протокол упаковки передачи данных – это портобаф. А кто работает с портобафом? Ну, я думаю, что все. Подавляющее большинство. Бинарный протокол передачи данных, да. Давайте сразу сюда и смотрим, что у нас много gRPC-сервисов, они на разных языках написаны, общаются между собой через протосообщение. А теперь мы переходим к интеграции граф-куля и gRPC. Значит, очень похожее описание спецификаций у граф-куля, которые вы видите справа, и у gRPC, то есть описание сервисов. По нашей схеме все запросы приходят в граф-куль, а дальше мы раскидываем их по gRPC микросервисам. Вот. И, как мы видим, очень удобно, что у них одинаковый формат описания. Но есть проблема. Ничего вам не напоминает? Опять какая-то спецификация, опять все идет в гоу-код. То есть, да, давайте осознаем, что у нас с вами тут появляются протофайлики, и по факту там хранится же то же самое, что и в GraphQL. То есть у нас с вами была какая-то ручка постов, мы такую же ручку описали в протосообщении. То есть вот как на предыдущем слайде было про… Давай я посмотрю. Вот, да, то есть смотрите, справа граф-куля пост, слева gRPC пост, по факту про одно и то же. И на практике это действительно одно и то же. То есть у вас, получается, две большие директории. Директория прото и директория с граф-кулем. И тут появляется довольно большая проблема из-за того, что и граф-куль, и gRPC генерят свои типы гошные. И с этими гошными типами вам придется, во-первых, работать, а во-вторых, синхронизировать их между собой. Да, дополняя слова Димы, вот пример описания типа в посте и в… ой, в посте, в граф-куль и в протобаффе. Как решить эту проблему? Эту проблему решает граф-куль. Значит, по дефолту мы описываем спецификацию, и у нас генерируется гоу-код, гоу-структура. Но мы можем сказать граф-кулю, что не надо генерировать, смотри на готовые типы. То есть подсовывать ему готовые модели. И тогда мы можем генерировать протофайлы в гошные структуры и граф-куль указывать ссылку на них. То есть проблема перемапливания здесь решается. Да, первым делом мы генерим с вами прото-структурку. Далее мы говорим в конфиге граф-куля, что смотри на эту DTO-шку. Можно сделать кастомную, а можно использовать ту, которая уже сгенерила наш проток. И теперь граф-куль, когда принимает запрос на уровне транспортного слоя, вот этой функции, которую мы заполнили, он сразу же будет использовать gRPC-шную структурку, что удобно. То есть вы просто избавляетесь от шага перемапливания. Вам теперь не нужно ручками ctrl-c, ctrl-v и меняете только типы. Все удобно. И это довольно значимая фишка. Да, это точно то, к чему вы придете, используя граф-ку или gRPC вместе. Поэтому, мне кажется, это важно. Но есть проблема какая, что помимо структурок основных у нас генерятся еще и дополнительные поля, такие как, например, filter или sort-direction, sort-fill, то есть поле сортировки. И вот все эти поля автоматически граф-куль перемапливать уже не умеет. То есть он не со всеми аргументами, которые вы передаете в него, умеет работать, умеет только с базовым, со структуркой. И тут появляется проблема большого количества кода. Вам придется действительно делать ctrl-c, ctrl-v, но с какой-то стороны это не проблема, а точка роста. Если придет новый разработчик, ему будет проще все понять, потому что все одинаково и довольно примитивно. То есть какой-то плюс есть. Но кодить много, и кода много – это неприятно. Дима явно защищал проблему до последнего. Опять возвращаемся к нашей схеме. Мы уже рассмотрели граф-куль, gRPC и protobuf, а теперь давайте про фишечки поговорим. Как это все соединить-то проще вместе? Основные тезисы, которые мы выписали для себя. При составлении граф-куль схемы мы обязательно думаем о том, что пишем фильтры и поля сортировок. Еще момент, который мы не упомянули до этого. Если в фильтре есть какая-то айдишка, фильтр по айди, например, опять в блоге посты, и мы хотим добавить фильтр по блок айди у поста. Всегда нужно добавлять по массиву блок айди, потому что мы делаем универсальную штуку, и нам удобнее было бы принимать массив и сразу доставать, например, посты по нескольким блогам сразу. Если вам вдруг захочется сделать фильтр по одному полю, подумайте о том, что делая фильтр по массиву, вы всегда можете в массиве придать одно значение. Это лайфхак. Третье, что нужно запомнить, это всегда, когда у вас есть связь с сущностью, вы должны в схеме граф-куля описать саму сущность. Если у блога, давайте, у поста есть блок айди, то мы обязательно описываем у поста поле блог и объясняем ему, как ему заполнить. Это все к резолверам, то, как связывать сущности. Да, то есть если у вас есть пост, ну давайте представим, как бы вы хранили в базе блоги посты. У каждого поста ссылка в фораншке на блог. Ну пусть так. Теперь, когда мы возвращаем массив постов, мы можем первым уровнем, запрашивая просто пост без резолвера на блог, мы можем запросить поле из базы, айдишку, фораншкей, и дальше как-то с ним взаимодействовать. А дописав в схемке рядом с этой айдишкой еще и ссылку на сущность, вы обеспечиваете связность схемы. А это и есть киллер фича граф-куля. Всегда нужно обеспечивать максимальную связность. Поэтому, если где-то хочется написать, что вот у этого объекта есть айдишка на объект, дайте еще и сам объект. Ну и последнее, не забываем про обратную совместимость, оборачиваем все респонсы и инпуты. Вот, но мы сейчас так воодушевленно рассказывали про даем доступы чуть ли не к базе, потому что приходит граф-куль-клиент, граф-куль-клиент прокидывает полностью запрос в gRPC микросервис и далее микросервис, ровно такой же запрос SQL прокидывает в базку. Получается, что вам по факту вы дали интерфейс к базе. И какие отсюда очевидные проблемы? Ну, первое это то, что… Раньше мы так не считали. Мы пришли к нашему темнику, говорим, смотри, как круто. Мы сделали максимальную проксию, которая все из базы достает. Крутая фича. Да, крутая фича. Это не фича, это уязвимость, друзья. Да. И, собственно, теперь вот как же это можно решать? Какие способы у нас есть? Во-первых, это middle-вары. Помните, что граф-куль можно запрашивать бесконечно глубоко. Вот. И это нехорошо, потому что мы можем бесконечно грузить базу. Поэтому мы можем добавить middle-вару, который будет считать каждый раз, когда он переходит к резолверу, ну, какой-то там счетчик тикает и проверяет, что ага, там вложенность 4, дальше не идем. Все, другой запрос отправляем. Всегда нужно проверять вложенность. Вот. Еще есть такой механизм, как директивы. Это, по факту, тоже middle-вары, но граф-кульные. Такой вешается тег на поле. И, допустим, там можно повесить тег авторизации. Чтобы получить это поле, должна быть определенная кука, которая проверится с этой директивой. Вот. Далее. У нас с вами граф-куль-схема. Она сильно связанная. И что отсюда следует? Допустим, вы обычный пользователь, и у вас есть доступ на массив постов. Окей. Вы теперь просите посты. А у постов просите блоги. А у блога пользователя, а у пользователя там, не знаю, пароль. Не очень получилось. И как это решать? Авторизация в граф-куле довольно сложный процесс, который нужно настроить и осознать, помучаться с ним. Самое очевидное – у вас есть интроспекция. И сама граф-куль-схема – это все еще граф. И граф-куль можно смотреть сам в себя, определяя свои связи. И поверх этого можно строить авторизацию. И последняя проблемка – это дата-лоудеров. Когда вы запрашиваете слишком много сущностей, граф-куль в транспортном слое немножко не умный. И он на каждую сущность делает отдельный запрос. Ну, при вложенности больше, чем один. И это нужно решать. Такой технологии, как дата-лоудер, погружаться в нее не будем, запомните слово. Знать надо. Можно еще раз, наверное, пояснить, что опять у нас блоги и посты. И, например, у каждого поста мы сказали, верни свой блог, которому ты принадлежишь. Очевидно, этот запрос можно… Точнее, из одного запроса верни все блоги… Так, еще раз. У постов верни все блоги, которым они принадлежат. Пусть так. Пусть так. И мы можем этот запрос оформить за один. То есть блоги, где пост.id, точнее, в обратном направлении, ну, за один запрос. Сегрегировав все. Вот. А резолверы, как мы видели, они для каждой будут исполняться, ну, будет исполняться для каждой сущности. И вот дат-лоудеры решают объединение запросов. Давай дальше. Поговорили про ограничения. Теперь, собственно, какие минусы? Предложим способ решить и поговорим о минусах, которые мы не знаем, как решить. Первое – это что? Первое – это то, что мы уже сказали, очень много даем пользователю. По факту, пользователи смотрят в базу. По крайней мере, на связи в базе. Второе – это можем перегрузить систему из… Ну, тут написано из-за вложности запросов. На самом деле, в целом, мы слишком даем универсальную API-шку… Те же фильтры, да? Те же фильтры, где мы могли просто не учесть какой-нибудь индекс, и у нас там CPU-база подскочит из-за этого. Вот. Ну, и видно схему. Вот. Эти три проблемы отчасти решаются BFF-слоем. Мы на следующем слайде поговорим об этом. Но есть проблемы, которые никак не решаются. Да. Проблемы, которые никак не решаются. Какие они? Значит, это… Вам придется изучить технологию. Да, то есть, не часто хочется тратить время, когда есть конкретная бизнес-задачка на изучение чего-то. Есть же арест, давайте фигачить. Но иногда, потратив там пару часов, вы получите довольно существенные бонусы. Для маленьких приложений это все еще невыгодно, действительно. То есть, если у вас мало сущностей, они плохо между собой связаны, или вообще у вас какой-то там… Ключевое, что они плохо связаны. Если их… То есть, приложение может быть большое, но если связанности нету, то графку мимо. Да. Ну и, очевидно, какие-то скрипты тоже гораздо проще писать на ресте. Вот. Много кода. Да, много кода. Мы предложили пару вариантов, как соптимизировать маппинги, но не все. И все еще придется писать неинтересный код, который будет тратить немножко времени, но объем кодовой базы будет расти, и не очень приятно. Тем не менее, он шаблонизирован, похож максимально друг на друга. Да. И, собственно, не поможет в Legacy API. То есть, если у вас уже есть приложение свое, и там уже классный рест, то графка или это не серебряная пуля, и все ваши проблемы не решит. Вы, скорее всего, просто потратите много времени ни на что. То есть, если есть Legacy API, оставьте его, можете графку рядом прикрутить на новые бизнес-сущности. А то, что есть старая, оставьте. BFF, да, это важно. Значит, BFF, он у нас решает проблему, то, что видно схему, то, что это небезопасно, и вообще мы можем не рассчитать, какие там запросы пришли и не положат ли они нам базу. Вот схему видно – это довольно ключевая уязвимость. То есть, не зря же, когда пользователь вводит логин и пароль, мы ему говорим там неверно, мы не поясняем логин или пароль. С графкой схемы он может узнать вообще все. Вот особенно, если про интроспекцию слышал, и у вас там слабая защита на это. BFF – это изопределение backend for frontend. По факту, это отдельный сервис, прокся, который стоит между фронтом и вами. То есть, это еще один сервер. Да. И какую проблему он решает? Фишка в том, что фронт ходит в BFF по HTTP, по REST-у. По REST-у, да. А BFF внутри себя генерирует запросы в HRPC API. То есть, здесь как бы решается проблема, что схему не видно, и команды все еще независимы. То есть, BFF, как правило, пишет frontend. Вот, у нас в проекте мы тоже так построили, что команды максимально независимы. То есть, мы разово описали на беке все сущности, сделали максимально универсально. Вот. И фронты там на какой-нибудь ноде, чтобы им было привычнее, пишут BFF, пишут ручки, которые им нужны. Да. Еще раз. Зафиксируем. Теперь у нас клиент, граф кульсервер, который BFF, REST. И дальше фронты уже сами понимают, что там пользователю можно, что нельзя. Используют как вспомогательное звено для себя же, чтобы максимально разграничить зону ответственности команд. То есть, бек просто пишет схему связанную, ну и все. Почему решает частично? Потому что нам нужно поддерживать еще BFF. Да. Нужно тратить время на разработку, ну, тратить время в целом, точнее, тратить деньги на сервера. Да и в целом, как бы звено цепи. Звено цепи – это люди, это ресурсы, и вообще думать о нем надо. Но выхлоп довольно классный. То есть, много о чем можно не думать, имея BFF. Итак, плюсы подхода. Основной плюс – это то, что действительно, когда вы заложили схему, написали пару примеров, очень удобно разрабатывать. То есть, мы делали там свое приложение тоже и подключили ребят, которые только начинают программировать, показали им пример, и они бизнес-логику просто наштамповали. Потому что максимально все похоже, максимально все шаблонно. Да, больше, чем в ресете писать. Ну и еще настроить все надо. Но как настроили – все, вперед, шпарьте. Уже сколько раз вспоминали про GraphCult-схему. GraphCult-схема, по факту, это и есть документация. Когда вы поднимаете GraphCult-сервис, у вас даже на отдельном порту запускается эта документация. Можно походить по схеме, посмотреть, кто там что принимает, что возвращает. Это очень удобно. Быстрая разработка, опять же, за счет того, что все максимально шаблонно, все унифицировано как-то. Независимость команд. Но это опять про… Если у вас есть слой BFF, то вы описываете единожды каждую сущность с максимальным количеством полей, а то, что уже нужно там фронту, они сами решат, вы предоставили сервис. Значит, расширяемость – это про то, что быстро можно штамповать бизнес-логику, ну и экономия на разработчиках. Резюмируем. Подкрадываемся к концу. Надеюсь, в каких-то базовых абстракциях у нас получилось поведать тайну 3G. Надеюсь, вы познакомились с GraphCult чуть подробнее, что-то про него поняли. Если вы поняли, как связать с gRPC – это вообще наш успех. В целом, по примерам из нашей презентации можно собрать уже готовое приложение. Да, просто гуглите каждый слайд конкретно и придерживаясь паттерна, все быстренько развивается. Ну и, собственно, хотелось донести фишечки вроде обертки запросов. Если есть айдишка, то добавляйте еще и сущность к этой айдишке. Думаете о безопасности с middleware, интерспекцией и директивами? Да, да. Возвращайте массивы, передавайте массивы. Вот эти все фишечки, они вам очень сэкономят время, чтобы не тратить силы вне туда. Итак, спасибо. Да, спасибо большое. Большое спасибо, ребята. Было очень классно, прям отлично почувствовал членом вашей команды. Очень классно, спасибо. Сейчас у людей, которые в зале есть преимущества по сравнению с онлайн-трансляцией 5 минут. К сожалению, у нас есть только 5 минут. Вопросов у нас, мне кажется, больше, чем на 5 минут, но все равно отдаем преимущество тем, кто в зале. Вот, пожалуйста, первый вопрос. Спасибо за доклад. Спасибо. В целом... Ладно. Да, у нас только по одному вопросу задают. Сначала тогда комментарий небольшой. Я из числа ленивых разработчиков, которые идут в обратную сторону. То есть у нас на проекте, где GraphQL мы использовали, мы делали прото-описание, сами вручную генерировали, вернее, писали описание резолверов, структуру данных и так далее, в коде в Гошном, в гейтвее, который GraphQL принимает. А вот уже схему GraphQL мы генерировали из всех этих данных. И это нам позволяло не делать кучу кусков шаблонного кода, которые руками надо повторять копипастить. Окей. Это вот что касается такого подхода. Так. С BFF тоже не совсем понятно мне все еще, для чего его использовать. Потому что все, что вы описали, сводилось к тому, что вот мы сделали крутую штуку, мы все это написали, мы добавили кучу кода и вернулись к ресту. Нет, 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 я тут бы пояснил. Смотри, мы написали кучу кода и дали полный доступ к базе, но все еще не уверены в безопасности. То есть у нас, допустим, не очень хорошо сделана авторизация, не очень хорошо сделана... Но это же не очень хорошо, чтобы выпускать такой продукт. Да, поэтому добавляем BFF. И теперь у нас фронтендеры, сами все контролируют, а мы можем штамповать бесконечную бизнес-логику и думать о более важных штуках, которые пока-то важны. Прости меня, но когда мне говорят, что фронтендеры все контролируют, мне становится плохо. Ну ладно, я сейчас поясню, что я имел в виду, что мы к кресту вернулись. Я, может быть, пропустил. В GraphQL есть такая штука, как subscriptions. Вы как-то что-то ее используете? Я не представляю, как ее корректно и хорошо использовать, если не использовать напрямую с фронта GraphQL через WebSocket. Да, поэтому мы добавили ее как картиночку, но конкретно в проектах мы ее не используем. И, собственно… А это же удобно для интерактива. Не поясняли. Удобно, но проще использовать… Ну так как у нас есть слой BFF, мы используем просто обычный WebSocket. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам за вопрос. Еще один человек. Вот девушка там, по-моему, она первая была. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Предположим, ситуацию, что я хочу внедрить потоковую обработку событий и использовать еще GraphQL. Можете посоветовать, во-первых, с какими граблями я столкнусь в такой ситуации? И еще один вопрос. Проводилось ли нагрузочное тестирование? Вот сравнение RESTUP каких-то запросов и запросов через GraphQL. Наверное, первое нагрузочное тестирование не проводилось. Тут, скорее, был упор на то, как нам быстрее начать разрабатывать свое приложение, как быстрее штамповать бизнес-логику. Поэтому для нас это был не ключевой фактор. То есть основная – это удобность использования. А про потоковую разработку? Обработку. Потоковую обработку. Я не очень понимаю. Мы не сталкивались с кейсом, на самом деле. У нас не было потребности. Нет, нет, не говори без микрофона. Тут, наверное, имелось в виду, что если у вас данные разрослись уже до такого объема, что вы столкнетесь с бигдатой. У нас всегда был стандарт погенации. То есть именно потоковую мы никогда не слали. Если нужно, просто шлем несколько запросов бачами с погенацией. Мы просто передаем лимит offset и все. Понятно, спасибо. А если нужно было потоково что-то обрабатывать… Вот конкретно с API никогда не сталкивались. Это уже там gRPC-шными потоками мы это делали. Хотелось бы в сторону Kafka посмотреть. Интеграция Kafka. Да, да, да. Очевидно. Спасибо. Следующий вопрос. Да, я думаю, что парочку из зала. Хорошо. Парочку из зала сможем. Спасибо за доклад, ребят. У меня такой вопрос. Если у вас есть слои BFF, то почему бы не ходить сразу по gRPC в сервисе, а не делать GraphQL? Вот знаешь, мы на самом деле до этого тоже как-то дошли. Слои BFF как-то не очень всем зашел. Да, 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 да. Мы далее преобразовали это к GraphQL федерации. И когда появляется второй GraphQL сервер, иметь существующий – это очень удобно. Поэтому и отказались от идеи переходить напрямую на gRPC коннекты прямо из BFF, из-за того, что планировали использовать это как GraphQL федерацию. А если бы вы чуть-чуть откатились назад и вы бы начинали, вы бы сразу делали по gRPC? Если бы у вас уже не было GraphQL, который нужно было бы менять? На самом деле вопрос масштабирования. Если есть четкие функционалы, которые расширяться не планируются, наверное, да. Наверное, да. Просто бы сразу gRPC делали и все. Но если это в большой компании, где еще и будут всякие навороты, я бы, наверное, оставил как есть. Спасибо. Вам спасибо. И еще один вопрос. Да, вон там молодой человек. Сейчас. В рубашке дровосека. Рубашка классная, мне нравится. Мне тоже, спасибо. Спасибо за доклад. Вот у вас был слайд, где вы описывали маппинг между gRPC и GraphQL. Я не очень понял, почему вы в файле описали все стрингами, хотя у вас в GraphQL схеме там int. Зачем этот маппинг? Смотри. Конкретно, если ты заметил, что на слайде там стринги в int, это ошибка. То есть должно быть int в int. Но даже учитывая это, это все равно две разные структуры. Ну это понятно, да. И все равно придется преобразовывать структуру в структуру, и там все равно будет функция маппинга. То есть, да, но конкретно стрингинг не заметили. Ага. Спасибо. Спасибо за вопрос. И два вопроса из онлайна. Первый вопрос. Какие способы тестирования этого всего есть? Мне тоже интересно просто. Какие способы тестирования? Да, как вы это тестируете? Ну смотри, у нас, так как это все со слоем BFF сделано, то тут справедливо обычные E2E тесты, и никакой магии не происходит. Любой арестовый фреймворк для тестирования берешь и тестируешь, BFF-сервер сам входит в GraphQL схему, проверяешь данные, если данные совпадают, собственно, с примером, то все ок. На самом деле не проблема тестировать GraphQL напрямую. То есть такие же E2E тесты, на самом деле у нас в приложении на большинство сущностей, они написаны, просто E2E тесты прямо в GraphQL схему, и ты пробираешь всю бизнес-логику. Ну а Гошку, как обычно, там юнитами. Хорошо, спасибо. И последний вопрос. Что с потреблением памяти при маршлинге и анмаршлинге? Можно ее как-то затюнить? Ого, жестко. С потреблением памяти при маршлинге и анмаршлинге. Ну а в какой момент? Там много маршлингов. В любой момент. А затюнить ее? Ну вот как бы отчасти попробовали решить это тем, что избавились от одной структуры и прекратили маппинг из GraphQL в Proto напрямую. Но в остальном мы, наверное, не задумывались особо об этом. Хорошо. Потребности не имелось. Спасибо большое. Спасибо, ребята, за выступление. Очень классно. Спасибо за интересные вопросы.